Сегодня у нас в гостях Сергей Пестов, экс-Goldman Sachs-бэнкер, экс-VTB-бэнкер, и мы его поспрашиваем о том, как это быть банкиром в Goldman Sachs VTB и что ждет банкиров после этого. Спасибо, что пришел, Сергей. Да, спасибо, что пригласил меня. Первый вопрос, который хотел бы задать. Расскажи, пожалуйста, есть ли какой-то идеальный кандидат в Goldman Sachs, в VTB, как он выглядит? Да, кандидат есть такой, идеальный, это, наверное, человек с фундаментальным образованием. Бакалавриат, например, физфак, Мехмат МГУ, и релевантный опыт в инвестиционных бутиках международных, например, Ротшильд, ну, я знаю, что в России офис закрылся, но, например, там, стажировка в Европе в Ротшильд, или в каком-нибудь локальном инвестиционном банке крупном, например, VTB, Сбербанк. Однако такого кандидата не существует чаще всего, и поэтому мы рассмотрим ситуации, которые наиболее приближны к реальности. Очень хорошо будет, если кандидат учился на фундаментальном бакалавриате и вместе с этим прошел финансы в амминистратуре. Это, например, ВШЭ, Высшая школа экономики, РЭШ, или же опять западная амминистратура, это Бакони, UCL, Варвик, ну, или опять же какие-то топовые западные амминистратуры, как Оксфорд, Кембридж и так далее. С точки зрения образования также подойдет неплохо человек, который закончил ВШЭ или совместный бакалавриат ВШЭРЭШ. Этого вполне достаточно. Также неплохо, например, если человек учился на Камфаке МГУ или ЕМО. А что касается опыта, вот людям с опыта есть дорога вообще в Goldman Sachs и другие банки? Конечно, если опыт был приобретен во время обучения, то есть во время бакалавриата или амминистратуры, в таком случае это будет огромный плюс. И даже в случае, если ВУЗ оказался не топовым, то релевантный опыт зачастую оценивается банками как более значимый фактор при рассмотрении заявок кандидатов. Расскажи о релевантном опыте. Как он? Да, наиболее релевантный опыт, как обсудили уже, это будет международный бутик или локальный инвестиционный банк. Это ВТБ, СБР, Ниссанс. Что еще? Чуть более, наверное, настороженно будут относиться к людям, которые прошли стажировку в большой тройке, то есть в консалтинге. Окей, опыт это, например, большая четверка. Но там нужно понимать, что там релевантными считаются только отделы, которые напрямую связаны с карфином и оценкой. Ну, то есть на самом деле, что попасть в Goldman Sachs, конечно, нужно иметь хороший опыт и очень такой специфичный. В отличие от консалтинга, куда берут людей, в принципе, с разным опытом, но там с крутыми бренд-неймс-компаниями, в инвестбанках я слышу, что нужно все-таки еще и релевантный финансовый опыт иметь. Конечно, осложняет дело. Да, это правда, но, опять же, подчеркну, если существует, например, топовый профайл, состоит из каких-то сильных достижений, помимо работы и топового образования, то в таком случае на интервью кандидата в любом случае пригласят, и зачастую такие люди получают эту фирму. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте в Goldman Sachs в ВТБ. Три вещи, которые тебе понравились там, в ВТБ в Goldman Sachs, и три вещи, которые не понравились. Ну, наверное, больше всего мне понравилось, что в Goldman, что в ВТБ – это наличие очень сильной команды. Это люди, у которых очень многому можно научиться, не только с точки зрения финансов или конкретно индустрии, индустриального какого-то опыта внутри уже, соответственно, банкинга, или знания определенных продуктов, а скорее больше человеческим качеством, таким как умение принимать сложные решения под сильным стрессом, умение сообщать клиентам тяжелые новости, или умение вести жесткие переговоры, умение мотивировать команду, умение доказывать свою точку зрения. Вот мне кажется, что в банках из-за того, что команды очень маленькие, ну, скорее всего, понятно, что я имею в виду в Балджбрекинг-банке, там набираются экстраординарные люди. Мне кажется, это вообще очень важно, когда ищешь первую работу, да и не только первую, первые работы в целом, иметь очень крутую команду, у которой есть чему поучиться. Получается, согласен. Стартуешь ты практически ни с чем, и все, что ты наберешь сейчас, там, на своей первой работе до 30, 33, 35 лет, останется с тобой всю твою карьеру. Да, безусловно. Поэтому это, конечно, очень важный фактор, и здорово, что в Айбе это есть. Безусловно. Вторым фактором я бы, наверное, выделил умение, наверное, понимание финансовой индустрии в целом. Мне повезло, я поработал с разных углов, внутри как бы инвестмент бейкинга, как общей категории, да общей группы. Я поработал и с точки зрения инвестмент бейкинга в классическом понимании, то есть IBD, и каких-то private activity сделок, и смотрел также проекты больше как ABC, да, вот какие-то интересные вещи. В ДБ, в Голдмане я уже работал в FIG группе, это Fixed Income Commences Commodities, где была возможность из разных офисов, из Москвы, из Лондона, из Нью-Йорка, посмотреть, как работает банк в целом, как работает огромный финансовый институт, который на самом деле покрывает абсолютно всех, абсолютно любую компанию крупную в мире, в любой индустрии. Голдман будет для нее или проводником ликвидности, или консультантом, который будет рассказывать о M&A Opportunities или по управлению рисками различными и так далее. Поэтому я считаю, что этот опыт абсолютно бесценный, и именно поэтому я, опять же, советую кандидатам на начальных позициях стремиться все-таки в Международной Интернешнл Банке, потому что в таком случае существует возможность понять не только, как функционирует банк на каком-то локальном рынке, но и в целом посмотреть, как финансовый институт работает по всему миру. И да, есть аргумент, что вот ВТБ, у ВТБ, у Сбербанка и так далее есть офисы в разных странах, в том числе у них есть офис крупный в Лондоне, в Швейцарии. Все равно это не то, потому что клиенты зачастую оказываются каким-то образом связанными с Россией, и все крупные, все знаковые, все наиболее сложные, интересные сделки оказываются в руках у Балджи Банка. То есть я понимаю, что опыт того, как работает глобальный финансовый институт, вот это то, что тебе оказалось ценным в Goldman Sachs. Да, верно. Но в Goldman Sachs и ВТБ, как третий фактор, на самом деле, который мне очень понравился, это то, что существует возможность, вне зависимости, на самом деле, от того, где человек планирует продолжить карьеру, эта возможность будет, мне кажется, бесценной. Если существует возможность посмотреть, как люди смотрят и оценивают различные институционные идеи и смотрят на различные финансовые активы, как они смотрят и анализируют потенциальный возврат на капитал, как они смотрят на риски, что для них важно. Поэтому вне зависимости, мне кажется, от того, что человек планирует делать дальше, если это связано с экономикой, с финансами или с бизнесом... Стартапом. Да, стартапом. Это, безусловно, очень важный шаг, который можно предпринять в начале карьеры. Что касается вещей, которые мне очень нравятся, вот я задавал вопрос. Первый я назову... Опять же, я объясню, почему. Я назову... Learning curve. А, да, мне одновременно... И почему я назвал первый? Потому что, чтобы мы не забывали сразу про достоинства, о котором мы поговорили, я отношу это и к достоинству, но и к недостаткам. Мне кажется, что в любой группе внутри Институционного банка, неважно, это Securities или IBD, существует изначально очень крутая кривая обучения, на которой за первые 2-3 года ты узнаешь огромное количество вещей, но потом ты выходишь на плато. И мне кажется, что... То есть она вот так, оп... Верно. Поэтому я отношу это и к достоинству, и к недостаткам. Что еще? Вот если глобально разделить весь Инвестный банкинг на IBD, да, вот IBD-стайл работу, и Security-стайл, то в IBD-стайл, наверное, это monkey job. И людям приходится проводить ночи, выходные, на работе, делая ту работу, которая, в принципе, по большому счету, не важна. Если брать Securities, то, наверное, это в какой-то мере отсутствие exit ops. Про это мы сейчас поговорим. Да. И очень большой мультитаскинг. В Securities стиль работы предполагает параллельное управление огромным количеством проектов, поэтому зачастую, если ты работаешь в sales, в трейдинге, то у людей нет возможности детально углубиться в проект. И когда ты постоянно вынужден перескакивать с одного проекта на другой, ты, безусловно, теряешь эффективность, и у тебя добавляется стресс. Мне кажется, что вот это является одним из самых больших недостатков на работе в Securities направлении. Ну, опять же, все сейчас думают, что про деньги забыли сказать. Деньги – это, безусловно, конечно, недостоинство, потому что… Где еще столько будут платить? Да, это правда, что даже работая, например, аналитиком первого или второго года, можно зарабатывать суммы, несопоставимое с зарплатой CFO, какой-нибудь средней нефтяной академии. Ну, это типа 300-400 тысяч рублей, видимо. Может быть, даже и больше. Побольше. Даже побольше. Окей. Ну, ЮпТок вам в помощь. Прочитайте. Exit Opportunities. Расскажи, пожалуйста, куда уходили твои коллеги из ВТБ и куда уходили твои коллеги из Голлбана? Что касается IBD, то в основном это… Ну, в основном люди мечтают попасть в Pride Equity Fold. То же самое консультантов. Их в России, как известно… Практически нет. Практически нет. Но самое крупное – это вот Bering или Bruce. Поэтому, наверное, мечта человека, который приходит в Investment Banking – это отработать 2-3 года, получить Асошиэта и уйти в Pride Equity. Зачастую зарплата может быть даже и ниже, но работа и проект интереснее. И людям кажется, что это более интересный, релевантный опыт, который можно трансформировать в что-то большее на горизонте 10-15-19 лет. Также люди уходят в Family Offices. Family Offices – это отсутствие крупных институтов, институциональных инвесторов. В России компенсируется большим количеством Family Offices. Это компании, которые управляют деньгами олигархов. То есть, по большому счету, это Pride Equity Fund, только с чуть менее институциональной структурой, с чуть менее понятной корпоративной культурой, но которая, в принципе, занимается похожими вещами, как люди, которые работают в флопротекте. И также третье, наверное, третье ответвление, третья возможность – это крупнейшие корпораты. Роснефть, Газпром, ну и в целом там Уралкань, Уралхим, очень много всяких историй, как люди, дослужившись до AMD или до VP, потом уходили на топ-менеджерские позиции в крупнейшие локальные компании. Ну, то есть, они идут куда-то на CFO? CFO или человека, который, если это очень крупная компания, то, скорее всего, это человек, который будет заниматься in-house M&A, то есть in-house с влиянием поглощения каких-то более мелких компаний, или каким-то процессом, наверное, объединения существующих разных разрозненных активов. Если эта компания поменит, что, скорее всего, да, это будет CFO. Если мы берем Securities, то ситуация немножко другая. Почему? Потому что скиллсет, который развивается по данному направлению, он очень специфичный, и зачастую ему сложно найти применение в других компаниях, в других отраслях, и этот опыт чуть менее ценен. И что же делать? Ну, люди, на самом деле, просто люди, которые идут в Securities, они по большому счету понимают, что им интересно то, чем они занимаются, и они хотят заниматься этим всю жизнь. Если вы поговорите там с человеком, который проработал 5-10 лет в индустрии, именно в Securities, то на самом деле, вот кажется, что человек должен, наверное, испытывать какое-то переживание по поводу того, что он не сможет снизить индустрию, хотя он в достаточно зрелом возрасте, дорос до серьезных поделений. На самом деле, никто об этом не переживает, потому что у всех позиция такая, что зачем приходить и работать там, где ты заведомо несчастлив, где тебе заведомо не нравится твоя работа, куда ты хочешь идти, лучше мы выберем изначально то, что нам нравится, и поработаем всю жизнь. Всегда бы получалось так делать. Да. И у всех бы получалось так делать. Да, это верно. Это верно. Поэтому в Securities с переходами тяжелее, карьеру, наверное, устраивать просто люди или в одном банке, или переходя из банка в банк, но в рамках одного и того же направления. Также часть людей, на самом деле, уходит в фамилию офиса. Те, кто занимался какими-то структурами и сделками, как раз с теми же клиентами. Те, кто занимался финансированием для каких-то M&A, M&A-сделок именно фамилию офисов или привлечением инвестиций, или помогал им как-то управлять рисками на уровне их портфеля, активов. Вот те люди зачастую уходят в фамилию офиса и продолжают заниматься приблизительно тем же, чем они занимались. Структуринг. Структуринг вынесен как группу, которая где-то посерединке находится. И ExitOps зависит от проектов, над которыми вы работаете. То есть вы можете структуринг работать больше над какими-то IBD и Private Equity проектами. Тогда, соответственно, вы будете уходить из банка точно так же, как и люди, которые занимались Private Equity и IBD. Соответственно, фиг, если бы вы занимались больше фиг, то это будет относиться как раз к security с направлениями. В стартапы уходят люди? В стартапы люди уходят. Вот, например, коллеги из ВТБ. Несколько коллег у меня ушло. Кто-то ушел тоже в локальный банк заниматься тем же самым, Кто-то сделал свою компанию, свой asset management fund достаточно крупный и привлек больше даже 50 миллионов долларов. Кто-то создал свою компанию. Вот в Structure, где со мной... Я не застал, правда, но человек ушел за несколько лет до меня. Он успешно создал свою P2P фандинг платформу в Восточной Европе и продал. Расскажи про свои планы. Ты ведь тоже сейчас уходишь. Расскажи, почему. Верно, да. На самом деле я ухожу по той простой причине, что я, приходя в индустрию, уже в глубине души знал, что на самом деле я хочу сделать свой проект. Мне всегда было это очень интересно. Меня всегда увлекали какие-то инновационные проекты инновационные. То, как люди собирают экстраординарные команды из абсолютно... Людей с абсолютно разным стилсетом и в итоге на выходе получают коллектив, который впоследствии достраивает какие-то вещи, которые глобально меняют. Сейчас у меня есть на данном моменте... У меня есть несколько идей. Все они на очень начальной стадии. Я хочу протестировать один проект в футбол-тек сфере и один больше связан с искусственным интеллектом и виртуальной реальностью. Пока никакой ясности нет, поэтому рассказать по большому счету не о чем. Я в любом случае на самом деле планирую поступить, наверное, так же, как Федор Овчинников, этот создатель ДОДО. Он с самого начала делился всеми своими успехами, неудачами, ходом мысли и процессом развития проекта. Мне кажется, что эта идея очень классная. Я думаю, что в той или иной мере я попробую ее реализовать. И ты блог заведешь. Да. Какой-то блог мы безусловно сделаем. О, здорово. И мы сможем тебя читать. А если решишь еще записывать, обращайся. Сколько техник есть. Да, договорились. Тут еще есть несколько вопросов из паблика. Давай сейчас по ним пройдемся. Да, конечно, давай. Так. Как посоветовать начать карьеру в сейлс? Например, ФИК. Критичен ли сертификат по СФР? Как не попасть в полцентр? На какие вакансии обратить внимание? По частям отвечу. Самый простой вопрос. Нужен ли ФСФР или нет? Ответ для попадания не нужен. Но в момент, когда вы попадете на работу, для работы нужен будет сертификат ФСФР. Поэтому если вы уверены, что вы попадете, то имеет смысл сдать его заранее, чтобы потом, когда вы уже попали, вам не пришлось, например, как мне, сдавать его параллельно, учить эти вопросы, сдавать параллельно с работой. Поэтому если вы уверены, что вы точно хотите в ФИК, то, скорее всего, рано или поздно туда попадете. Поэтому можно сдавать. Что касается процесса попадания. Наверное, ФИК ценится чуть больше, чем в IBD техническое образование. Но, опять же, это не является основным критерием. Например, я закончил НИМО, у меня технического образования не было, и сильная математика или физика у меня были только в школе. Я учился в школе к МАКО. Что касается релевантного опыта, то это скорее уже не карпфин, большой четверки, и не оценка. Это не, наверное, опыт консультанта. Это скорее опыт на похожей должности, но в гораздо менее крупном банке. Например, это может быть какой-то локальный коммерческий банк, у которого есть инвестнаправление, и в рамках него вы можете попробовать устроиться в департамент, который занимается похожими вещами. что будет идеально, это вы можете устроиться в Сбер и ВТБ. Они набирают, люди в Сбер и ВТБ в ФИГ-департамент набирают активно, без релевантного опыта, поэтому можно попробовать поустроиться туда, или можно устроиться в Интернашнл-банке, но не в Балжебраде. Например, в Райфайзен, не кредит, что-то такое. Насколько глубоким должны быть знания по макроэкономике, по финансам и по прочим направлениям? Ну, опять же, это зависит от группы, в которую человек подается. В целом, я скажу, что, ну, если это предметы финансовой направленности, то, безусловно, требуется глубокое понимание. Наверное, вряд ли вас спросят, что такое инфляция, потому что подразумевается, что вы это уже знаете. Скорее, вас спросят, насколько вы знаете, какая инфляция в России сейчас, я не знаю, какая динамика инфляции, что влияет на инфляцию, монетарные эффекты какие намеряются, какие немилитарные эффекты намеряются. То есть, более глубокое понимание концепции. То есть, спросят фактически трактовать текущую ситуацию и попытаться объяснить причины того, что происходит. Безусловно, да. То есть, это будет вопрос меньше на теорию, а больше на, да, которая основывается на реальной ситуации, складывающейся в финансовых экономике определенной страны. Понял. Ну, вот по поводу этого вопроса, я, кстати, хотел бы добавить, тут описать конкретно глубину тяжело. Тут, скорее, нужно понять и на примерах. На примерах как раз будем разбирать ее на курсе IB, и как раз должный уровень, глубину, нужную там и проработаем. Поэтому, если кому интересно вот в этом разобраться, welcome, присоединяйтесь. Мы дальше пойдем посмотрим. Так, насколько важен CFE для IB? Ну, это ты отвечал уже в блоге, писал, что, в принципе, не важно. Какой средневозраст новобранца в IB? Так, ну, это мы тоже, в принципе, обсудили, какой бэкграунд. Да. Что в основном молодые ребята, ну, там, с опытом, например, стажировок, либо иногда после MBA еще берут. Безусловно, да, MBA это как один из вариантов для тех, кто не успел попасть после докладриата или после администратуры, MBA является вариантом попасть в индустрию без, кстати, даже без потери в годах. Потому что попадает после MBA сразу на суши. Вот, возвращаясь к спору об MBA, насколько MBA нужен, как показывает практика для IB, казалось бы, что можно получить на MBA для IB? Вроде бы ничего. Но, ну, как такая ступенька работает вполне неплохо. Да. Учитывая, что вот у меня, я где-то год назад говорил с другом, который в Чикаго учится, бывший юрист, и сейчас он попал в итоге в бутик в небольшом Нью-Йорке в IB. Мечтал попасть в IB, вот он попал. Ему очень сильно помогла бизнес-школа здесь. Удивительно, но вот эти связи, которые там есть, помогли. То есть, насколько я критично отношусь к бизнес-школам в целом, здесь я должен признать, что может помочь. Верно, да. На самом деле, даже не связи, а именно вот такой формализм, о чем мы обсуждали как один из недостатков, все-таки присутствует в индустрии большой формализм, большие какие-то нарегулирования. На самом деле, опять же, я тоже считаю, что MBA для инвесенбэнкинг наверное будет не самым релевантным в проведении двух лет, но оказывается, что в банках думают по-другому. Мне сложно понять, почему. Вот это интересно. Я тоже самое спрашиваю у других своих друзей банкиров, они мне все говорят, ну нет, на MBA не пойду, зачем мне это надо? Но при этом после MBA в банк берут очень даже неплохо. То есть, если ты же банкир, тебе нечего делать на MBA. Либо, если ты можешь как-то совсем поменять направление. Да, для того, чтобы менять... Но если ты не в IB, то в принципе помогай. Хотя вот интересный разговор, сейчас немножко отходя от темы, я проводил с ребятами, у которых в Private Equity работает, в Европе в основном, в Лондоне, но они мне рассказывали, что там мнение об MBA разнится, и сейчас как раз наоборот внимание к MBA сокращает. Важнее скорее твой опыт. Да, но для Private Equity на самом деле можно понять, почему некоторые компании требуют, даже у людей, которые в IB и IBD работали, это очень важно. Потому что на самом деле в Private Equity люди, это на самом деле такая, как мне кажется, синергия IBD работы и работы консультанта, и у человека, который только работал, например, на какой-то финансовой составляющей и плохо разбирается, как можно подойти к операционным вопросам, вот в этом случае мне кажется, MBA как раз будет очень полезен. Ну плюс это зависит, наверное, от направления фонда. Если он больше на operations, то там, конечно, если он больше на финансовые всякие трюки, и... Да, наверное, просто. Типа вот как Blackstone, там, наверное, не сильно... Да, это да. Но ведь даже на самом деле если посмотреть команды, то там эта корреляция очень сильно последовалась. Было бы интересно послушать, над какими проектами ты работал в Лондоне и Нью-Йорке, над какими сделками работал в Goldman Sachs в Москве. Ну, понятно, насколько это возможно, учитывая всю конфиденциальность. Да, поэтому... Если как-то в общих чертах можно, наверное? Ну, хорошо, да, в общих чертах в Goldman я покрывал финансовые институты, частично... Под финансовые институты я имею в виду крупнейшие локальные банки и страховые компании. Частично корпоратов. Соответственно, часть этих компаний, часть этих компаний были какие-то офисы свои в Лондоне или аффилированные компании в Лондоне, которые в Европе вели свою деятельность. Поэтому... Поэтому, соответственно, работал в Лондоне зачастую над какими-то проектами, которые, может быть, не столько связаны с Россией, но имеют корни российских. Плюс ко всему в секьюритис безусловно важно понимать, где оседает риск, который банк берет себе на книге. и нужно понимать, что у любого Балдж-Братит-Банка этот риск оседает не в Москве, а в Лондоне. Потому что лондонская энтити зачастую является контрагентом по большинству сделок. Поэтому в Лондоне летал также по каким-то даже локальным сделкам для того, чтобы общаться с трендерами, для того, чтобы внутри проводить какие-то брейнсторминг-сессии. Соответственно, то же самое относится к нее. Были ли какие-то исключительно US-компании, у которых не было никаких связей с Россией? Ответа на этот вопрос нет. Но было много риска в сделках, на которых я работал, которые оседали у трейдеров в Нью-Йорке. волатильность ставках и частично волатильность эффектов. Так, вот вопрос еще по поводу выходцев из Биг-Фор, что если у тебя опыт Биг-Фор, то ты можешь тоже пройти в IBD, правильно? Мы обсуждаем. Ну да, если ты закончил университет, то это будет тяжелее гораздо, но все равно были случаи, и раньше им было больше, сейчас меньше, но до сих пор есть такие примеры, поэтому не стоит отчаять. То есть в принципе если работать, вот удивительно четверка такое место, про которое все говорят, ой, я не буду работать в четверке, но это так не круто, а потом оказывается, что после четверки берут и в Биг-Фор и в IBD даже берут, хотя вроде нету дороги без универа, после универа никак. Интересно, почему же так? Видимо, просто эти компании очень плохо вкладываются в маркетинг, в отличие от Балдж Брэкенбанков и Большой Тройки. Так, идем дальше. Так, вот вопрос из чата, до чата я пока еще не добрался. Так, Сергей, привет, спасибо за интервью. Неужели в Москве в Голдман интереснее, чем в ВТБ Капитале? Ведь сами жирные сделки с госкомпанией, например, достаются ВТБ. Тот же московский JP Morgan сидит без делок, по крайней мере, так мне подсказывает база Рейкласс. Неужели Голдман интереснее? Опять же, нужно понимать, что в ВТБ я работал больше над IBD и протекти, сделки. Да. в Голдман я работал над скорее фиг сделками, это структурное финансирование, какие-то сложные деривативы, которые помогают упростить транзакции, в том числе и M&A. Отвечая на вопрос, наверное, если делать pure IBD, в котором, наверное, мало места для каких-то структурных решений, то, да, безусловно, лучше работать с точки зрения именно опыта, проектов и так далее. Но это не отменяет опять же того, что в Голдмане есть возможность, в Голдмане, как и в других банках, есть большая возможность мобильности. Например, через несколько лет после работы в локальном офисе людей не то, что разрешают, а людей, наоборот, финком отправляют. Ну, даже не заставляют, я бы сказал, финком не отправляют, но это поощряется, если ты уезжаешь на год, например, в Лондон, поработать в другую абсолютно группу над сделками, которые абсолютно не связаны с Россией. И я знаю пример людей, которые уезжали по этой программе мобильности в Лондон и закрывали сумасшедшие сделки, которые в России ни в любой компании они бы не имели возможности закрыть, будь то крупнейший локальный банк или крупнейший локальный банк. Здесь важно добавить еще поинт про exit opportunities из ВТБ и из Голмана. Если у вас цель работать в международной компании либо в каком-то крутом ПИ фонде, то безусловно Голдман дает гораздо больше очков вашему профайлу, чем ВТБ. Простой пример. Мне периодически пишут рекрутеры, зовут работать всякие правит эти фонды разного размера где-нибудь в Лондоне. Мне поскольку не очень интересно, я говорю, давайте я вам зарефирую людей. Они мне говорят, окей, зарефер, но только мы берем ребят с опытом в тройке и с опытом в разных странах. То есть, если у тебя нет опыта в большой тройке в консалтинге, а просто опыт в каком-то другом консалтинге, пи-фонды международные на тебя смотреть не будут, к сожалению. Хотя, мне кажется, это не очень справедливо. И опять же, если у тебя нет международного опыта в разных странах, то международный фонд на тебя смотреть не будут. Тогда как если опыт такой есть и он там в тройке, то в принципе можно, по крайней мере скрининг пройдешь, а дальше все в твоих руках. Но это зачастую самое важное. С Goldman Sachs, я думаю, история похожая. Если у тебя есть в резюме строчка Goldman Sachs и ты работал в таком-то, таком-то, таком-то офисе на разных проектах, это гораздо круче смотрится международному рекрутеру, чем вот эта российская история с ВТП, что да, сделки более жирные, конечно, но они местные. И мы возвращаемся к вопросу, кто насколько любит жир. Да, верно. На самом деле нужно все-таки чуть-чуть оговориться, потому что были истории, когда люди, например, доходили до этапа мобильности, при этом не закрывая ни одной сделки за время, то есть занимаясь только питчингом. То есть вот это, наверное, тоже не самый оптимальный вариант. Так, смотри, следующий вопрос по поводу лайфстайла. Пишет Диана, Сергей, вы как человек с достаточно большим для вашего возраста опытом знаете об огромном количестве работы в данной индустрии. Да, согласен, тоже не знает. Как при серьезно ограниченном ресурсе времени вам удавалось и удавалось ли следить за собственным здоровьем? Что вы можете посоветовать по этому поводу? С точки зрения, ну а сам ли это вопрос, который перекликается очень сильно с темы управления стресса? Опять же, наверное, если быть капитаном абсолютно, то для здоровья, как для здоровья, так и для стресса три вещи наиболее важны. Первое, и они именно вот в той, в той, в том порядке и идут. Первое, это сон, второе, это спорт и третье, это, наверное, питание. Но про это все знают, поэтому это оставим, даже обсуждать это не будем. Что еще, что еще интересное есть? Я несколько лет подряд уже практически каждый день, стараюсь каждый день, но бывают исключения, занимаюсь 20-30 минут медитации и считаю, что это одна из наиболее каких-то важных привычек, которые я развил в себе за последние 5-7 лет. второе, наверное, это умение смотреть правде в глаза. Это, на самом деле, очень важно. Я просто объясню, что я под этим подразумеваю. Мне казалось всегда, что до момента, когда я пришел в Голман, мне всегда казалось, что я очень хорошо справляюсь со стрессом. Действительно, когда ты подразумеваешь под стрессом ситуацию, не ту оценку поставили в универе. Да, или там ситуация, когда MD на тебя рассчитывает, что ты сделаешь идеальную какую-нибудь презентацию или ты сделаешь идеальный тюрпшит, который он потом отнесет к клиенту. Это одно, потому что в любом случае ты знаешь, что за тобой правее этот человек и все-таки, как оказывается потом, это все-таки риск не самый тяжелый, который можно вести. В Голмане, в Securities существует риск, каждые, например, каждые 5-10 минут у тебя приходят какие-то клиенты, с которыми ты должен делать флоу, и каждые 5-10 минут существует риск потерять для банка огромные суммы денег. Огромные я имею в виду, вот если ты что-то сделал не так, ты можешь потерять в лучшем случае 20 тысяч долларов. В худшем случае были ситуации, когда люди из-за каких-то ошибок в том числе забывали, какая документация подписана с клиентом, выбирали не тот, не тот дискаунтинг и так далее. Теряли по нескольким миллион вдвоем. То есть, деньги, которые люди зарабатывают уже нет, 7-8. Стоимость проектов консалтинга целых там, где целая команда работает, взял так за 10 минут ты слил пару миллионов. Да, 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 да. И поэтому очень важно сказать себе правду, что да, мне страшно и постепенно с этим страхом учиться работать. Потому что есть люди, которые делают вид, что и себя обманывают тем, что ты пытаешься как-то вот перебороть или наоборот уходишь от этого страха, на самом деле нужно его признать, нужно в себе его ощущать и учиться с ним постепенно как бы постепенно жить. Вот, наверное, так. Потому что именно в ВИТС техники, которые помогают уйти от страха, там это всякие НЛП и так далее, они на самом деле помогают избавиться от рационального корня в самом стрессе, но с точки зрения эмоциональности, с точки зрения бессознательного они оказываются абсолютно неэффективны. Ну да, я думаю, что человек, который проработал в ВТБ в Голмане уже все эти темы хорошо испытал на себе. Ну да, я в какой-то период занимался этим. Ну, кстати, если вот из каких-то действительных еще простых методик можно попробовать EFT. Это Emotional Freedom Technique абсолютно в свободном доступе можно почитать про нее. Вот она помогает очень сильно очень хорошо бороться с какими-то быстрыми стрессовыми ситуациями. Достаточно ли будет знаний, полученных от CFA Level 1 с точки зрения теории? Абсолютно недостаточно. Не достаточно? Нет, абсолютно недостаточно. CFA Level 1 покрывает что касательно как финна, что касательно секьюритис абсолютно самый минимум. То есть, это вопросы, которые на интервью вас даже никто не спросит, потому что все будут разумевать, что вы это идеально понимаете, идеально знаете, поэтому CFA как источник для подготовки является абсолютно бесхудожным. Понятно. Но здесь я бы посоветовал взять и посмотреть просто статью, которую ты написал на FLEAS Pro. Там ты рассказывал, какие знания нужны. Там прям целый список есть, откуда играть. Все там есть. Плюс второй способ, это опять же тот же курс, который мы сейчас организуем, и где все эти знания в сжатой форме с кучей практики ты людям и дашь. Так, ну что, вот мы уже практически все закончили. Сергей, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно с тобой поговорить. Я надеюсь, что ребятам посмотреть тоже было очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова